Привет, красотки и красавчики! В сегодняшнем видео, как это неудивительно, мы поговорим не о парфюмерии, а о косметике. И в этот раз обсудим новинки китайского бренда Focalure. Недавно с вами уже разговаривали на канале в отдельном видео о новинках бренда Uto. Если видео не видели, загляните в инфобокс и найдете там ссылку. Некоторые вещи из видео прямо свежей-свежей новинки, некоторые являются новинками только для меня. К примеру, палетка Twilight, которую мы с вами будем рассматривать в этом видео, она вообще не новая, но многие из вас ее дико хвалили, просили видео протестировать. Что мы сегодня и сделаем. Blur Max Smooth and Oil Control. Насколько я понимаю, этот праймер призван загладить вашу текстуру кожи, заполнить поры, если таковые имеются, и сделать вообще такую более гладкую и подходящую для нанесения тональной основы базу. В который раз я на этом канале буду повторять, что такого плана вещи мне тестировать очень сложно, потому что кожа у меня сухая, точнее она нормальная, ближе к сухой. Я не знаю, как их нужно дифференцировать. Для меня они все, в принципе, одинаковые. Они все имеют такую плотноватую, кремообразную, силиконовую текстуру. Когда вы их выдавливаете на себя, они бывают прозрачные, бывают более такие кремово-молочные. И в целом вот это силиконовое ощущение, но для всех брендов одно. Я, кстати, специально пробовала такого плана праймера в Эльдоботе, какого-то люксового бренда. И там я тоже разницы вообще никакой не заметила. Тут написано, кстати, что это Cruelty Free штуковина. Срок годности 24 месяца, объем 25 грамм. И, скорее всего, этот силиконовый праймер вряд ли в какую-то сторону особо сильно будет отличаться от своих собратьев по цеху. Я имею в виду других силиконовых праймеров. Но если вы эту вещь попробовали, пожалуйста, расскажите о вашем опыте внизу в комментариях. Я думаю, это будет очень полезно и мне узнать, и всем остальным тоже. Тональная основа Full Coverage Matte Foundation оттенок 16 Hazel. Когда мы с менеджером Фокалюр договаривались о том, что я хочу потестировать на канале, то есть я выбирала, что с вами обсудить в этом видео, я выбрала эту тональную основу, я имею в виду этот конкретный оттенок, потому что на тот момент я была гораздо более загорелая, чем сейчас. Посылка приехала через полтора месяца, наверное, после того, как я эту тональную основу выбрала. И теперь, как вы видите, я не такая загорелая, как была полтора месяца назад. Соответственно, этот оттенок для меня слишком темный. Поэтому я его смогла выгуливать только смешивая с другой тональной основой, точнее, с Wet n Wild Photo Focus. Вместе они работают примерно точно так же, как тональная основа Catrice HD Liquid Coverage. Но разве что только вот эта может быть чуть более естественная и чуть менее матовая, чем та. Но опять же, мне очень сложно судить, как эта тональная основа будет себя вести на лице, если её не смешивать, потому что я её наносила на лицо, но так как я выглядела как умпа-лумпа, я её смыла, ну, не знаю, через час, наверное. В который раз повторяю, что оформление у Focalure действительно выглядит как люксовое. Тональная основа такая тяжёленькая, увесистая в руках. Сам дизайн стильный. Вот здесь вот детали розового золота. Короче, шик, блеск, красота. Есть помпа, аллилуйя. Сама тональная основа ближе, наверное, к плотной. Но сейчас вы посмотрите, насколько она темнее, чем моя кожа, даже чем моя рука. Еле заметное, лёгкое, бибикремообразное покрытие вы от неё явно не получите. Эта тональная основа, мне кажется, больше всего понравится тем, кто предпочитает гламурные такие фулон макияжи. То есть полноценный макияж, когда ваша тональная основа скрывает ваш самый страшный грех. Запах у неё фактически отсутствует. И если он есть, то он совсем отдалённый, какой-то химически сладковатый, но его там фактически нет. То есть я сейчас дико принюхиваюсь, чтобы хоть что-то различить. И я дико не советую наносить её кисточкой. Любой плотно набитой дуофиброй любой кисточкой не советую её наносить. Мне кажется, вот эта формула с кисточкой будет работать не очень хорошо. И при любом раскладе, если будете наносить её кистью, она будет смотреться неестественно на лице лежать, как маска. Такая инородная маска. Но если вы любите плотное покрытие, при этом вы работаете с влажным спонжем, то, скорее всего, никаких проблем она вам не доставит. Говоря о стойкости, она на мне прожила, в принципе, как и любые другие тональные основы. То есть ничего экстраординарного она не сделала, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Но учтите, что у меня кожа ближе к сухой. То есть она у меня нормальная, и зимой она сохнет. И проблем со стойкостью тональной основы у меня нет вообще априори. Поэтому я не знаю, как она будет себя вести на жирной коже. Если вы что-то из этого видео пробовали, и у вас другой тип кожи, либо у вас другой опыт с этим продуктом, никогда не стесняйтесь писать о своём опыте в комментариях. Это очень поможет и мне, и всем подписчикам этого канала, соответственно. В общем и целом, я считаю, что это хорошая плотная тональная основа. Ничего негативного не сказать не могу. По крайней мере, ничего негативного я за время тестирования в ней не обнаружила. Она не забила мне поры, не вызвала какого-то раздражения. И, кстати, спонж, которым я наносила тональную основу, выглядит вот так вот. Мы с вами уже тестили китайские спонжи с Алиэкспресс. В тот раз это были спонжи от ОТО. И вот так вот выглядит новый спонжик от Вокалюр. Те спонжи от ОТО я обожаю, использую каждый день до сих пор. Они были в таком сердечке. Один чёрный, второй розовый. Те при намокании становятся чрезвычайно мягкими такими. Они пружинистые, но они прямо нежные. Этот, наверное, больше пружинистый, чем нежный, но он не ощущается каким-то слишком плотным. То есть вам всё равно удобно наносить тональную основу и консилер с его помощью. Но пружинистость у него ощущается больше. Таким спонжем очень удобно распределять консилер. Можно наносить тональную основу этой стороной, вот этой стороной. Можно потом набирать пудру и припудривать. Вообще, в целом, хорошо справляется со своей задачей, ничего негативного сказать не могу. Хорошо моется, то есть я его сколько раз, раза четыре, наверное, уже использовала. И он не выглядит каким-то сильно заюзанным. То есть тональную основу всё-таки можно из него вымыть и извлечь, несмотря на его оттенок. Посмотрите на это оформление, чёрт возьми, как они это делают. Это настолько прекрасно. В реале это, наверное, ещё прекраснее, чем на видео. Не знаю, насколько хорошо видео передаёт всю красоту этой пудры. Объём здесь, кстати, бешеный, 11 грамм. И вот сейчас я читаю состав, и в нём нет ничего экстра-криминального. То есть здесь, в принципе, находится то же самое, что и в других пудрах. То есть состав Makeup Revolution мало чем отличается от состава этой пудры. Поэтому не стоит бояться того, что это пудра из Китая. Господи, чего они тут напихали. Так вот, здесь у нас очень качественный пластик. То есть эту пудру невероятно приятно держать в руках. Здесь матовый пластик. Аккуратная наклеечка. Эту пуховку я по назначению не использую и вам не советую. Потому что вряд ли вы будете её каждый день мыть, отстирывать, а потом назад складывать. А если вы этого делать не будете, то на ней будут скапливаться микробы, которые вы будете, соответственно, каждый раз на своё лицо вот так вот переносить. И, поверьте, вы этого не хотите. Поэтому лучше, естественно, любую пудру набирать кисточкой. И пуховку использовать только в крайнем случае, если вы хотите там макияж в течение дня как-то подправить. Здесь есть ограничитель внутри, который дозирует то количество пудры, которое вы будете получать. И эта пудра мало чем по качеству отличается от моей пудры от Laura Mercier. И мне кажется, что она будет фактически идентична рассыпчатой пудре Laura Mercier. У меня есть только прессованная по той причине, что когда я делала за тест хитов YouTube, все хвалили, естественно, вот эту вот рассыпчатую. Но я знала, что рассыпчатую пудру я не буду использовать. Я всегда предпочту рассыпчатую прессованную, поэтому я купила прессованную, соответственно. Я вам говорила, что эта пудра не стоит своей цены. Называется она Secret Plurine Powder for Under Eyes номер 1. Так вот, она не такая шикарная, чтобы заставить меня заплатить за неё повторно эти деньги, которые я за неё заплатила. Но так как она у меня есть, я её использую. И она мне нравится, потому что она мелко помолотая, она идеально закрепляет консилер под глазами, она всегда идеально сливается с вашей кожи, становится с ней единым целым. И с этой пудрой сделать лицо маску вообще невозможно. И то же самое могу сказать про эту пудру. Несмотря на то, что она выглядит белой, она ведёт себя на лице точно так же, как вот эта. То есть, когда вы её наносите, она как бы проникает в кожу, матирует её, при этом она делает текстуру гораздо более гладкой, гораздо более какой-то холёной, ухоженной. Но вы не смотритесь, как лист бумаги. То есть, во-первых, она не выбеливает, а во-вторых, она не делает кожу какой-то неестественной. И она действительно на лице смотрится незаметной. И мне кажется, с ней тоже будет невозможно переборщить. И там есть не только этот оттенок, естественно, я взяла прозрачную. Там есть и желтоватая какая-то обычная такая розоватая, то есть оттенок холодной кожи. Короче, присмотритесь, потому что это замечательная вещь. И в который раз повторяю, что оформление просто... Теперь поговорим о помаде. Выглядит она вот таким вот образом. Оформление тоже просто офигенное. Ощущается она в руке, наверное, даже дороже, чем помады Catrice. Вот они знамениты тем, чтобы утяжелять свои помады и делать их внешне гораздо дороже их цены. Но фокалюр Catrice тоже в оформлении не уступают. Ну, по крайней мере, если судить по этой помаде, по пудре и по другим вещам, которые я пробовала. Этот оттенок называется Beneficial Wind. И именно её вы сейчас видите на моих губах. Точнее, вы видите её под блеском от Catrice. Но этот оттенок я бы назвала классическим повседневным персиком. На моей коже он смотрится чуть-чуть акцентно, потому что этот оттенок такой немного светловатый. И если у вас в особенности холодная, светлая кожа, то на вас эта помада будет смотреться явно не такой светлой и гораздо более насыщенной персиковой. У меня просто оливковая кожа от природы, плюс у меня чуть-чуть загара осталось, и поэтому оттенок смотрится вот так. Сейчас у меня довольно-таки акцент на макияж глаз. У меня здесь есть и лиловые оттенки, и коричневатые, и вот эти вот голубоватые блёстки из палетки Carmi Make Magic от Make Revolution. И всё равно, как мне кажется, эта помада в паре с блеском отлично с этим макияжем глаз сочетается. Говоря о формуле, она такая полуматовая, то есть я не могу сказать, что она такая же матовая, как помада Catrice Demi Matte, но при этом кремовый её тоже язык назвать не повернётся. Как вы видите, пигментация хорошая, губы с собой не тянет, не пришивит. В целом эта формула мне нравится гораздо больше, чем помада Пилюля, которую мы с вами рассматривали в первой части, ну в первом видео, в котором мы с вами о Фокалюр говорили. Сейчас у меня губы такие подсохшие, не в лучшем состоянии, но мне кажется, с этой помадой всё равно они смотрятся вполне нормально. Ну плюс ещё блеск, конечно, тоже сглаживает. Но всё равно, когда я помаду наносила, у меня не было ощущения, что она шелушение подчёркивает. Наоборот, после нанесения у меня губы выглядели визуально более гладкими. И это несмотря на то, что этот оттенок на мне всё-таки чуть-чуть светловат. Поэтому формула, в принципе, достойная. Запаха почти нет. Если очень сильно принюхиваться, можно где-то вдалеке, там совсем вдалеке, различить что-то пудрово-сладкое. Но, чтобы это различить, нужно прямо действительно сильно принюхиваться. Так что, в целом, будем считать, что запаха нет. По крайней мере, никакого химозного, отвратительного запаха эта помада точно не имеет. Говоря о стойкости, я не могу сказать, что она меня поразила до глубины души. Помада Катрис Демимат, конечно, гораздо лучше держится. Это может быть 3-4 часа спокойно так на губах живёт, потом начинает чуть-чуть уходить, где-то смазываться. Но уходит она изящной. То есть она не проплешными уходит. И в целом, я бы сказала, что характеристики у этой помады достойны. Поэтому, если какой-то оттенок вас привлекает, я не думаю, что вы будете разочарованы. Аллилуйя, наконец-то мы дошли с вами до этой палетки. Называется она Twilight Limited Edition, кстати. То есть это лимитированные издания. Может быть, они перестанут её выпускать когда-то. Здесь 18 оттенков. Оформление идеальное, шикарное. Точно такое же по ощущению, как в палетке Perth, которую я до сих пор очень часто ношу, использую, обожаю. Там есть оттенок Павлова, которому я пою оды и восхваляю его всеми возможными способами. И, кстати, на веке он немножко похож на тот оттенок, который на мне сейчас. Так вот, что у нас в этой палеточке? Когда я начала её свочить, я сидела такая, размазывала эти оттенки по своим рукам и думала, да, боже, именно этого мне не хватало в моей жизни. Но, к сожалению, потом я поняла, что это не совсем то, чего я ожидала. И сейчас я вам расскажу, что я имею в виду. Не то, чтобы я не любила сияющие оттенки, я именно из-за них на эту палетку глаз и положила, но формула в этих оттенках конкретных отличается в худшую сторону для меня лично от формулы в оттенке Павлова в палетке Perth. Те эти они обычные, классические, сухие, это просто спрессованная слюда. Здесь же формула сияющих оттенков мне больше всего напоминает формулу в тенях Foil Frenzy от Makeup Revolution. То есть они чуть более какие-то податливые, мягкие. Они вдавливаются при нажатии не так сильно, как тени в Foil Frenzy, но все равно, когда вы их наносите на веки, они ведут себя схожим образом. Не то, чтобы мне не нравилось, как они себя ведут на веки. Ведут они себя на веки хорошо. То есть если вы их пальцем наносите, распределяете, они распределяются классно, выглядят как фольга, то есть они сияют. Вот оттенки все эти крутые, здесь нет ни пигментированных оттенков, все они отлично переносятся. Короче, вроде бы не было бы никаких проблем, но, к сожалению, эти тени на мне к концу дня скатываются. Я пробовала тону разных брендов, бюджетные, небюджетные, всякие разные, и на мне 99,9% теней не скатываются вообще. У меня нежирная кожа на веки, и даже без праймера я могу нанести, в принципе, любой оттенок, и он на мне продержится до конца дня. Здесь я наношу эти тени, ношу их 2-3 часа, и они начинают сбиваться. Поначалу я подумала, что проблема в моем SPF, то есть я нанесла полностью на все лицо свой крем с SPF 50+, корейский, который я всегда ношу днем. Потом нанесла тональную основу, которая, кстати, на него ложится идеально, не скатывается, вообще никуда не плывет. У меня закончился праймер, я намазала веки консилером, я это, кстати, часто делаю, для меня это не проблема. И после нанесла тени из этой палетки, и они скатались. Я подумала, черт побери, это все из-за моего крема, что он надел, в следующий раз крем на веки наносить не буду. В следующий раз я крем не наносила, нанесла только консилер, накрасилась, использовала эти тени, макияж мой опять скатался. Я подумала, черт, это, наверное, все-таки был консилер. Попробовала я наносить их без консилера. И что бы вы думали, часа через четыре эти тени снова на мне скатались. Я не понимаю, что я делаю не так. Может быть, просто дело в том, что у меня сейчас закончилась база по тени, и эти конкретные тени только с базой хорошо работают, и на консилере они не держатся. В принципе, наверное, это логично. Нужно по тени всегда использовать праймер, который для этого предназначен. Но я просто привыкла к тому, что у меня веки нетребовательные, и что я даже консилер могу нанести, и в итоге получить идеальный макияж к концу дня. Но не в данном конкретном случае. Оттенок Тирамису мне очень нравится, и в складке века, и ближе ко внешнему уголку. Вот эти вот два не фантастические, но для затемнения века тоже хорошо работают. Роузвейл, вот этот оттенок, это, наверное, мой самый любимый, если мы говорим о матовых, в этой палетке, потому что я его каждый раз использовала, когда эту палетку тестовала. Сумеречная лаванда, вот этот вот оттенок мне нравится. Оттенок Бу или Бизантин? Бузантин, наверное. Оттенок Саммон тоже красивый, но сияет он, к сожалению, не так сильно, как вот этот, который сейчас на мне. The Palace, вот этот золотой, шикарно смотрится. Да в целом, они все крутые, то есть они вроде бы и универсальные, повседневные, но при этом они не скучные. Если бы только эти тени на мне держались. И пигментация здесь для меня оптимальная, потому что тени не так сильно пигментированы, чтобы сразу же сделать какое-то ядреное пятно на вашем веке, которое сложно растушевать. Но при этом они не слабо пигментированы, и вам не приходится сто раз в этот рефил окунаться, чтобы что-либо на своем веке увидеть. Тушуются они отлично, в дымку, и с этим никаких проблем нет. Сияющие оттенки отлично наносятся только пальцем, кисточку вы их вряд ли наберете, но с такими оттенками я всегда работаю пальцем, потому что палец дает самую плотную, такую насыщенную пигментацию, при этом тени минимально осыпаются. И, кстати, с этими в осыпании проблем я не заметила, то есть они не оставляют вот эти вот сияющие частицы под глазами, когда вы их носите, как это делают, к примеру, тени от худа. Пожалуйста, расскажите мне о вашем опыте с этой палеткой, потому что это будет невероятно полезно не только мне, но и всем остальным людям, которые смотрят это видео. На сегодня все, надеюсь, вам было интересно. Спасибо огромное за подписку, за просмотр, за ваши лайки, комментарии. Всем отличного настроения, улыбайтесь чаще, и до скорых встреч. Пока.